Всех приветствую на своем канале! Сегодня мы с вами познакомимся с калмыцкими сказками, которые называются «Левый глаз хана», «Петух и павлин», «Веселый воробей» и «Злая ворона». Будет интересно, подписывайтесь на канал, давайте начинать! Калмыцкие сказки Левый глаз хана Некогда на краю кочевьев одного хана жил старик с тремя дочерьми. Младшая дочь по имени Колку отличалась не только красотою, но и мудростью. Однажды старик отправился на ханский базар продавать скотину. Перед уходом он спросил у дочерей, какие бы они хотели получить от него подарки. Две дочери попросили купить разные наряды, а младшая Колку отказалась от подарка. Она сказала, что тот подарок, который она хотела бы достать, трудно и опасно, а другого ей ничего не надо. Но отец захотел непременно исполнить желание самой любимой дочери, даже если бы это стоило ему жизни. Если так, сказала Колку, то прошу вас не продавать черного бычка ни за какие деньги, а просить за него левый глаз хана. Старик ужаснулся, но понадеялся на мудрость дочери и решил ее желание выполнить. Старик распродал свой скот, оставил одного черного бычка и стал просить за него левый глаз хана. Вскоре слух о дерзости старика дошел до ханского дворца. Хан приказал немедленно привезти к нему старика. Испуганный старик упал к ногам хана и признался, что зребовать левый глаз хана научила его младшая дочь. Хан решил, что в этом необычном требовании, наверное, есть какая-нибудь тайна. Он отпустил старика с условием, что тот немедленно пришлет к нему свою дочь. Когда Коуку явилась к хану, он строго спросил ее, для чего ты научила отца требовать мой левый глаз? Для того отвечала Коуку, чтобы вы, услышав о таком требовании, пожелали увидеть меня. Почему тебе так захотелось? Спросил хан. Я должна открыть вам истину. А какую именно? По обыкновению, на вашем суде знатный и богатый стоит с правой стороны, а бедный – с левой. И всегда оправданным бывает тот, кто стоит по правую сторону. Я велела отцу просить ваш левый глаз, так как он у вас лишний. Вы ведь не видите того, кто стоит в суде по левую от вас сторону. Разгневался хан и приказал судить девушку за дерзость. Суд решил проверить, что толкнуло ее на столь неслыханный поступок – злоба или мудрость. И вот судья показал Коуке бревно, ровно обтесанное со всех сторон, и предложили угадать, где у дерева была вершина, а где корень. Коуку бросила бревно в воду. Корень потонул, а вершина осталась наверху. Так она решила первую задачу. Затем дали ей двух змей и предложили узнать, которое из них женского пола, а которое мужского. Коуку положила обеих змей на вату. Одна из них свернулась хубком, а другая стала ползать вокруг. Так она узнала, что первая змея – женского пола, а вторая – мужского. Тут суд убедился, что Коуку оскорбила хана не по злобе, а по своей мудрости. Но хан был недоволен решением суда. Он захотел сам задать девушке ряд вопросов и доказать, что нет в ней никакой мудрости. Вызвал хан к себе Коуку и спросил ее. «Если девушек пошлют собирать яблоки, кто из них и каким способом соберет больше?» «Та, которая не полезет на яблоню, а останется на земле и будет яблоки подбирать», – ответила Коуку. «Вот ты приехала к топному болоту. Как через него переправиться?» «Прямая дорога дальше, а кругом объехать ближе», – ответила Коуку. «Девушка мудро отвечала на все вопросы, и хан был очень этим раздосадован. После долгого раздумья он снова начал ее спрашивать. «Знаешь ли ты, как стать известным?» «Делать добро неизвестным», – был на это ее ответ. «Кто мудр?» «Тот, кто сам себя не считает мудрым». «В чем заключается достоинство женщины?» «Она должна быть прекрасна, как пава, кратка, как ангел, осторожна, как мышь, справедлива, как зеркало, и чиста, как рыбья чешуя», – ответила Коуку. Хан был изумлен мудростью девушки, но он все еще продолжал на нее гневаться. Долго опять думал хан и, наконец, снова призвал к себе Коуку. На сей раз он предложил ей узнать цену его сокровищ. При этом он сказал, что если она ответит правильно и на этот вопрос, он признает ее действительно мудрой. Девушка согласилась, но попросила, чтобы хан дал ей слово, что четверо суток он будет слушаться только ее. Едва хан согласился на это условие, как она потребовала, чтобы и хан четверо суток ничего не ел. На четвертый день Коуку поставила перед ханом блюдо с мясом и сказала, «Признайтесь, хан, что все ваши сокровища не стоят одного куска мяса». Хан еще раз убедился в мудрости Коуку. Он выдал ее замуж за своего сына и разрешил ей напоминать ему о своем левом глазе. Петух и павлин В далекие времена жили по соседству петух и павлин. Да чего же был красив и наряден петух! Перья золотые на солнце блестят, переливаются. Все птицы ему завидовали. Сидят на деревьях и щебечут жалобно. Почему у них нет такого красивого наряда, как у петуха? Важничал гордый петух. Ни с кем не разговаривал, кроме павлина. Подел он грудь колесом и так же важно клевал зернышки. Дружил петух с павлином. Оттого ли, что у павлина наряд в те времена был беднее, чем у петуха, оттого ли, что были они близкими соседями, неизвестно. Только жили они дружно. Однажды павлин собрался погостить в далекие края. Пожалел он, что наряд его слишком беден. С завистью смотрел он на петуха и думал. Каким бы я был счастливцем, если бы имел такой красивый наряд, как у петуха? Что у меня есть? Кроме жалких перьев, ничего. Разве я могу появиться в чужих краях в таком убогом виде? Нет, стыдно показаться чужим на глаза. Почему не обратиться к петуху? Попрошу-ка я у него наряд. Неужели он мне не откажет? И обратился павлин к петуху с этой просьбой. И пообещал вернуться к следующему утру. Подумал петух и говорит. Что же я буду делать, если ты завтра к рассвету не явишься? Павлин ему и отвечает. Если я не приду к рассвету, то ты меня позови. На твой зов я обязательно приду. Если не приду утром, то кричи в полдень. А если и в полдень меня не будет, то кричи вечером. К вечеру, конечно, я прибуду. Поверил петух павлину. Снял свой красивый наряд и отдал ему. А сам оделся в павлине перья. В пестром наряде петуха стал павлин самой красивой птицей. Обрадовался он, загордился и отправился в далекие края. Прошел день. Прошла ночь. Ждет петух павлина. А павлина нет как нет. Забеспокоился петух. Не выдержал и как закричит. Кукареку! И еще, еще кричит. Нет павлина. Опечалился петух. Ждет, когда настанет полдень. Настал полдень. Опять кричит петух. Нет павлина. Ждет вечера. Настал вечер. Опять кричит петух. Зовет павлина. А павлина и след простыл. Тут и пропал павлин вместе с красивым нарядом петуха. И с тех пор петухи каждый день три раза. Утром, в полдень и вечером зовут павлина, который унес их красивый наряд. Веселый воробей. С ветки на ветку, с крыши на землю, скок по скок. Чик-чирик, чик-чирик. С утра до вечера порхает неугомонный воровушек. Веселится. Все ему малому нипочем. Там зернышко клюнет. И здесь червячка найдет. Тем и живет. Сидела на дереве старая ворона. Черная, злая, важная. Покосилась одним глазом на воробья. И позавидовала его веселью. Сядет, вспорхнет воробей. Опять сядет, опять вспорхнет. Чик-чирик, чик-чирик. Несносный воробей. Воробей, а воробей? Спрашивает ворона. Как живешь-поживаешь, как пищу себе добываешь. А воробей и минутки посидеть на месте не может. Да вот камыш обклевываю, отвечает на лету воробей. А коли подавишься, тогда как? Умирать придется. Да чего же сразу умирать? Поскребу, поскребу коготками и вытащу. А если кровь пойдет, что делать будешь? Водой запью, промою, остановится кровь. Ну а если лапы в воде намочишь, замерзнешь, простудишься, лапы болеть станут. Чик-чирик, чик-чирик. Огонь разведу, лапы согрею, снова здоров буду. А вдруг пожар устроишь, тогда что? Крыльями махать буду, потушу огонь. А крылья обожжешь, тогда как летать станешь. Лекаря попрошу, вылечит меня. Не унимается ворона. А если лекаря не будет, что тогда делать? Чик-чирик, чик-чирик. Там, глядишь, зернышко подвернется. Там червячок попадется. Там для огнесышка уютное местечко найдется. Ласковое солнышко погреет, ветерок обдует. Вот и без лекаря вылечусь, жить останусь. Сказал так воробушек, спорхнул и был таков. А старая ворона нахохлилась, глаза завела, клювом недовольно водит. Хороша жизнь, чудеса. Живи, нос не вешай, веселым будь, как воробушек. Злая ворона. Стояла в степи травяная кибитка, а рядом рос терновый куст. Жили в травяной кибитке старик и старуха. Прилетела ворона. Села на кибитку. Да, в терновый куст бог себе уколола. Разозлилась ворона. Кар-кар, вот я тебя терн. Полечу к козе, попрошу, чтобы она твою голову отъела. Кар-кар. Полетела ворона и говорит к козе. Коза-коза, пойди, объешь терн колючий. Не дотерна мне сейчас. Мне козлят малых, кормить надо, отвечает коза. Обиделась ворона и на козу. Кар-кар, прилетела к волщице. Волчица, а волчица, пойди, съешь противную козу. Ну тебя с твоей козой, мне волчат кормить надо. Ах так, ах так, и полетела ворона к табунчикам. Табунчики, табунчики, бросайте своих лошадей. Пойдемте за волчицей, убейте волчицу. Пускай себе живет, отвечают табунчики. Пока за волчицей пойдем, табун и растеряем. Лошади разбегутся без присмотра. Я вас, я вас, кар-кар, раскаркалась ворона. Самому найому на вас пожалуюсь. Полетела ворона к Найону. Жалуется на табунчиков, побить их просит. Отвечает Найон. Рад бы побить их, да нет у меня мочи. Я и так еле поднимаюсь. Вон у меня какой толстый живот-то. Я тебя, кар-кар, так разозлилась ворона, что и каркать не может. Прилетела ворона к пастушкам, которые телят пасли. Дети, дети, бегите, возьмите кошку, поиграйте с ней. А котятам не пускайте, пусть голодают. Нужна нам твоя кошка, телят растеряем. Потом кто собирать будет? Я вас, я вас полечу, вашим матерям пожалуюсь, пожалейте. Прилетела ворона, заглянула в окно. Видит, две старухи сидят, шерсть придут. Эй, старушки, дети ваши, телят растеряли, перепутали, а теперь ловят да разбирают, чей теленок. Пойдите, побейте их. Только нам и бить своих детей. Нам шерсти до вечера допрясть нужно. И с телятами они сами разберутся. Пуще прежнего ворона обиделась, раскаркалась на старух. Ах так, ах так, всем вам плохо будет. Полетела ворона к вихрю. Вихрь, а вихрь, полети, развеи шерсть у скверных старух. Налетел вихрь, ворвался в кибитку, закружил так, что шерсть в трубу вылетела. Рассердились старухи, побили со зла детей. Тут и началось. Дети кошку лупят, но и он табунщиков, табунщики волка, волк козу дерет, коза терн объедает. А злая ворона по земле скачет, смотрит на всех и хохочет без умолку. Смеялась, смеялась, до того досмеялась, что становая жила лопнула, так и сдохла ворона. Подписывайтесь на мой канал. Тут вы можете найти интересные сказки, стихотворения, песенки, рассказы, загадки, потешки для детей и многое-многое другое. До новых встреч!